ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ БОЖЕСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И нарекут Ему имя Чудный, Советник, Бог, Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Книга Пророка Исаии, 9 глава, 6 текст. В Учителе, посланном Богом, небо предложило людям самое лучшее и величайшее. Он, который присутствовал на Совете Всевышнего, Он, который обитал в сокровенном святилище Вечного, пришел, чтобы лично открыть человечеству Бога. Благодаря Христу наша падшая планета обрела божественные лучи света. Именно Христос говорил через каждого, кто возвещал Слово Божие людям во все века. Все прекрасные проявления на земле величайших и благороднейших душ были отражением его характера. Чистота и бескорыстность Иосифа, вера, кротость и долготерпение Моисея, стойкость Елисея, благородная честность и твердость Даниила, рвение и самопожертвование Павла, сила ума и духа, проявившаяся в них и во многих других, которые когда-либо жили на земле, были только отблеском сияния его славы. В нем сокрыт совершенный идеал. Чтобы открыть нам этот идеал как единственно верный эталон для достижения, чтобы показать, каким может стать каждый человек, какими станут все, принявшие его, Христос пришел в мир. Он пришел показать нам, как должен быть воспитан человек, чтобы соответствовать названию Дитя Божье, как уже на земле нужно учиться принципам и жить жизнью неба. Величайший Божий дар был неспослан человеку, чтобы удовлетворить его огромнейшую нужду. Свет на земле появился, когда сгустилась тьма. Ложные учения затмили Бога. Человеческая философия заняла место божественных откровений. Небесным образцам истины люди предпочли собственные изобретения. Они отвернулись от света жизни, чтобы ходить в искрах огня, которые сами разожгли. Он, стремящийся преобразовать человечество, должен был сам понимать каждого человека. Только состраданием, верой и любовью можно постичь душу человека и возвысить ее. В этом Иисус является великим Учителем. Из всех когда-либо живших на земле, Он один совершенно понимал человеческую душу. Если нет драгоценного дара любви, Если сердце холодно, как лед, Ты живешь для себя и лишь занят собой, И на подвиг души не влечет. Ты живешь для себя и лишь занят собой, И на подвиг души не влечет. О, напрасно живешь на земле человек, Бесполезно проходят года. И молитвы Твои неугодны Христу, Неугодны Ему и дела. И молитвы Твои неугодны Христу, Неугодны Ему и дела. Лишь зажженное пламенем вечной любви Сердце тех, кто на жертву готов, Кто готов возвещать о Христовой крови, Что смывает проказу грехов. Кто готов возвещать о Христовой крови, что смывает проказу грехов? Только в этих сердцах пребывает Христос, и они пребывают лишь в Нем. Это Божие вестники вечной любви, они в славе пребудут с Христом. Глава пятнадцатая. В то время пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и книжники. Они спросили Его, почему ученики Твои нарушают предание отцов? Перед едой не омывают они рук своих. А почему вы нарушаете заповедь Божью ради своего предания? Возразил он. Бог сказал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать должен быть предан смерти. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь, то ему и не нужно почитать отца своего. Вы упразднили этим Слово Божие ради предания вашего. Лицемеры! Верно пророчествовал о вас Исайя. Этот народ чтит меня лишь устами, но сердцем далек он от меня. Щетно их богопочитание человеческим заповедям учат они, как моим. Подозвав народ, Иисус сказал, Послушайте и, вдумавшись, поймите, Человека не оскверняет то, что входит в уста. Из уст исходящее — вот что человек осквернит. Тогда подошли ученики и сказали ему, «Знаешь ли ты, что слова твои покоробили фарисеев?» «Всякое то растение, что посадил мне Отец мой Небесный, будет вырвано с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой слепого ведет, оба упадут в яму». «Объясни нам сказанное тобой», — попросил его Петр. «Вы все еще столь же непонятливы, как и прочие», — удивился Иисус. «Разве не знаете, что все, входящее в уста, в чрево проходит и потом извергается вон, а то, что исходит из уст, от сердца идет. Это и делает человека нечистым». «Ибо из сердца исходят помыслы злые, убийства, супружеские измены, распутство, воровство, лжесвидетельство, злословие». «Вот что оскверняет человека». «А есть неомытыми руками — это не оскверняет». После того Иисус направился в земли Сидона и Тира. Там женщина-хананьянка вышла к нему навстречу и громко взмолилась. «Господи, сын Давидов, сжалься надо мной! Дочь моя страшно мучается! Она одержима бесом!» Он ни слова не сказал ей в ответ. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Отпусти ее! Она за нами идет и не перестает кричать!» Он возразил. «Я послан только к заблудшим овцам народа Израилева». Но женщина-то, приблизившись, пала ниц перед ним и говорила «Господи, помоги мне!» Он же промолвил «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Да, Господи!» Сказала она. «Но и собаки едят крошки, падающие со стола их хозяев». Тогда Иисус сказал ей «О, женщина, велика вера твоя! Ты хочешь этого, пусть так и будет!» И в тот миг дочь ее исцелилась. Покинув то место, Иисус пошел вдоль Галилейского моря, взошел на гору и сел там. К нему сошлись толпы народа. Среди них были хромые, слепые, калеки, немые и много других страдальцев. Их клали у ног его, и он всех исцелял. Люди изумлялись, когда видели, что немые начинают говорить, хромые ходить, слепые видеть и калеки исцеляются. И прославляли Бога Израилева. И Иисус же, подозвав своих учеников, сказал «Жаль мне людей, ибо вот уже три дня они со мной, а есть им нечего. Не хочу отпустить их голодными, а то ослабнут они в пути». Ученики возразили ему «Откуда нам в этой пустыне взять столько хлеба, чтобы хватило его накормить такую толпу?» «Сколько у вас хлебов?» – спросил Иисус. «Семь», – отвечали они, – «и несколько рыбок». Иисус, велев людям сесть на землю, взял эти семь хлебов и рыбу, сколько было ее, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам. А ученики народу все ели и насытились, и тем, что осталось, наполнили семь корзин, а всех, кто ел, было около четырех тысяч. И это только мужчин, не считая женщин и детей. Отпустив народ, Иисус вошел в лодку и направился в землю магаданскую. Мы благодарны за то, что вы поддерживаете нас, остаетесь с нами, молитесь с нами, пишете свои вопросы. Пусть Господь благословит вас. Сегодня мы знакомимся с новым уроком, который называется «Я восстану». И с нами сегодня в студии, как обычно, Сергей Борисович Молчанов. Добрый вечер. Добрый вечер. И Алексей Анатольевич Апарин. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Анатольевич. Слава Богу за то, что мы можем продолжить исследование. И давайте мы начнем изучение этого урока с памятного текста. Простите меня, вы знаете, иногда я люблю все-таки разные переводы. Он звучит по-разному, некоторые оттенки. Давайте прочтем памятный текст, и я попросил бы вас немножко поразмышлять о нем. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, и поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». В общем-то, понятно, но я все равно заглянул, как у Кулакова, да простят меня, братья. «У гнетенных подвергают разорению, обездоленные стонут, потому и говорит Господь, я приду и дарую избавление тем, кто его жаждет». Ну, принципиально, я думаю, нет отличий, хотя это не буквальный, конечно, перевод, я согласен. О чем идет речь в этом памятном тексте? Я понимаю, все-таки это восстановление, восстанет, Бог снова встанет, чтобы что-то делать. Сергей Борисович, как вы… Олег Концент, я бы вас поддержал. Мне что-то тут православный период не очень нравится. Даже знаете, почему он даже в контекст памятного текста не вписывается? Если речь о нищих, то кто их желает уловить? Понимаете, уже сама идея. Потому что вот это слово, почему-то оно первое его значение у «гнетенных». Я не знаю, почему, на нищих переверили. Ведь это, в общем-то, Давид пишет о себе. И он о своих, весь одиннадцатый псалом, Давид так и пишет. Я посмотрел Брюссельскую Библию, там написано «Спаси меня, Боже». То есть, ну, сказать, что Давид там на паперте сидел. Знаете, потому что вот когда так, ну, нищих, ну, сидят на паперте люди, просят милостыню, ну, страдают. Ну, кто их хочет уловить? Поэтому я поддерживаю перевод Кулакова, тем более построил другие современные переводы, того же Агиенко, везде, в общем-то, про «гнетенных» речи. Тогда становится понятно, да, но «гнетенных» их действительно кто-то… Я понимаю, почему Давид тогда пишет не потому, что он нищий, потому что его ловили, этот же самый Саул. То есть, тогда начинается по-другому пониматься текст, он более в пыроках раскрывается. Хотя и нищих тоже можно, ну, просто, опять же, для меня не проблема, кто их там ловит, этих нищих. Ну, сидит человек и просит. Ну, в общем, у меня есть вопрос. И нищих нормально. Мы дальше видим, что Бог и о нищих переживал. Но я думаю, что Давид больше писал о том, что на него со всех сторон нападают, и он просит Бога, чтобы он его спасит, потому что и Псалом начинается с этого. Поэтому речь так. Почему я все-таки за то, что речь шла об «гнетенных» ради нас? Смотрите, вообще, о ком пишет… Поэтому, опять же, я говорю, в контексте всего Псалма я вот не совсем синодальный перевод понял. Почему? Потому что вот дальше развивает Давид мысль. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческих». Ну, в чем тут нищие? Нищие, что задают такие вопросы. «Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивый, говорят от сердца притворного, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин». То есть здесь о коварстве речь, а не то, что там на паприке кто-то кому-то не подал милости. То есть Давид пишет, что коварство достигло до того, ну, понятно, его можно было Давида понять, потому что если сын уже родной идет, там Саул идет против тебя, это понятно. То есть если сыновья родные, то уже надо только к Богу. Поэтому я тут больше понимаю, что это псалом о коварстве, что Бог вступается за тех, кого вот коварно хотят, как Давид пишет, уловить и пересилить языком. У меня тут вопрос тогда ко мне, а что я делаю со своим языком? Для меня псалом, он тогда утекает, знаете, не просто кому-то я не дал там милостыню, и Бог меня за это похвалит. Если с другой стороны, кого я, может быть, угнетаю, потому что в этом же псалме написано, «Стребит Господь все устальстивые, язык велеречивый». То есть ко мне вопрос, насколько я сплетничаю в церкви, насколько я кому-то, знаете, строю какие-то козни языком. Вот я понимаю, что об этом псалом. Потому что Бог, если я такое творю, то Бог говорит, я на автомате буду защищать того, против какого... То есть псалом гораздо глубже, чем просто понимание, что нищему не дал милостыню. То есть Давид пишет, вот я среди велеречивых людей, они устальстивые, а потом начинают меня давить со всех сторон. Поэтому спаси Господи, вступись. И Бог говорит, я восстану автоматически. То есть получается, что когда я вот кому-то какие-то козни строю, какие-то подножки, вот языком там кого-то оклеветываю, и такое тоже, к сожалению, бывает, то Бог автоматически может вступиться и против меня. И это природа греховная наша такая. Нам, знаете, о ком-то сказать плохо, легче, чем о себе. Я так понимаю, что это признаки нашей греховной природы. Вот как написано в 11-м псалме, язык велеречивый. Потому что помните, когда Адам только согрешил, 3 глава бытия, он сразу сказал, сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. То есть мы вот с языком, только не я. Пусть другие. Поэтому я вижу из этого псалма, легко оклеветать, тяжело быть оклеветанным. Поэтому для меня вот этот псалм, насколько надо быть осторожным, прежде чем о ком-то что-то говорить. Вы знаете, я недавно попал, если честно, в вот такую ситуацию, когда меня спросили об одном человеке, и я, не собрав информации достаточно, дал не ту инфу. Потом очень каялся, потому что когда собрал информацию, я потом каялся, просил прощения. А такое у нас бывает часто, знаете. Информация, ну пастор плохой, а что он плохой? Ну потому что Иван Петрович сказал, что он плохой. Ну давайте, пастор плохой. Генеральная конференция плохая. Ну Бог говорит, друзья мои, при таком подходе я восстану. Помните, как Бог говорит, если на пресс-фитере, при двух-трех свидетелях ты ничего-то не сказал, то будьте осторожны. Это все в шестой же опере. То есть для меня вот, когда вот эта речь, когда я больше обращаю не на то, что против нищих восстану, а то, что Бог говорит против велеречивых, и которые языком пытаются пересилить, то для меня становится насколько опасно вообще пересиливать языком и кого-то, знаете, втоптать неизвестно куда. Потому что Бог говорит, я автоматически восстану. За генеральную конференцию, о которой вы ничего не знаете, но пишете вот целые Пасхи, за пастора, на которого никаких нет, то что двух-трех свидетелей вообще никаких нет. Это не значит, что, знаете, пасторы, они все такие пушистые. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать просто, когда нет подтвержденной информации, то лучше молчать. Вот Давид попал в одиннадцатом псалме в такую ситуацию, просит, чтобы Бог вступился. У него действительно была ситуация. Я уже не говорю, что десять лет надо было скрываться от Саула, непонятно почему, да еще от сыновей там были проблемы. Поэтому вот об этом. То есть для меня, хотя Бог и за бедных, и за сирот, я это не сбрасываю, понимаешь. Сороковой псалом у нас тут, кстати, есть. И там написано, кто печется обед, нам сороковой псалом, там сильно написано, того и Бог исцелит на одре болезни. То есть аминь. Если мы об бедных не печемся, о людях, которые просят, не задумываясь, так, знаете, отвергаем, то Бог говорит, я тогда и в болезни тебе могу не помочь. То есть сороковой псалм учит, что я могу не исцелиться, потому что я не помогаю бедному. Вопросов нет. Но мне кажется, вот читая весь одиннадцатый псалом, я понимаю, что здесь больше Давид пишет не о том, что он... Хотя он в нищете тоже оказался, но по пустыне бегать, знаете, тоже непросто, уже неспроста к навалу когда-то пошел, чтобы хотя бы покушать, чего-то взять. Но мне кажется, Давид тут поднимает большую тему, когда клевещут, клевещут, клевещут и клевещут. И для меня это первый тормоз. Насколько я вот собрав информацию человека, говорю. Знаете, я вспоминаю вот такую притчу древнюю, еврейскую. Мне кажется, она очень хороша вот к такому псалму. Один раввин, он учил учеников. Вот один ученик сказал, знаешь, ты плохо учишь. Я, наверное, иду к другому раввину. Ну, тот сказал, хорошо, это твой выбор, иди, если я плохо учу. Он пошел к другому раввину. И когда к тому раввину пришел, то говорит, да что ж ты от этого ушел? Он не такой, не сякой, он непонятно какой. Ну, этот учитель насторожился и все-таки говорит, ну, мне не нравится, что ты так говоришь, что муравьи нет. Ну, да, действительно, он никакой. И вот эти слухи, там ученики это все услышали, и слухи пошли по городу, что к этому раввину учиться не хотите, он никакой. И, конечно, когда ученик узнал, что такая информация, что он распустил от человека такие слухи, в общем-то, который ни в чем не виноват, он пришел, постучался к этому раввину, тот вышел, говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу попросить у вас прощения. Раввин говорит, хорошо, я учитель плохой, я тебя прощаю, но я хочу тебе один все-таки урок преподать, хоть я и плохой учитель. Он пошел домой, взял подушку с перьями, ее разрубил, и ветер эти все перья раздул по полю. Он говорит, а тебе пойди собери перья. Как это можно? А Раввин сказал, я тут тебя прощу, но пойди соберите слухи, которые ты мне распространил. Я вот понимаю, насколько опасно распространять слухи неподтвержденно, как их потом собрать? И Бог говорит, в таких случаях я уже восстану. Я этого не допущу. Вот то, что я вижу из 11-го псалма. Спасибо, Сергей Борисович. Да, интересные примеры. Иногда, может быть, мы не участвуем в распространении фальшивых слухов, но, может, наше отношение, благосклонное или терпеливое, или незамечающее, тоже делает нас соучастниками этого. Алексей Анатольевич, ну, теперь хотел бы, чтобы Вы несколько слов сказали об этом памятном тексте. Ради страдания, ради нищих, ну, или ради страдающих, Господь восстанет. И вот на что бы Вы акцент сделали в этом библейском тексте, применительно к нашему уроку? Вы знаете, вот наполняли, Олег Константинович, то, что Вы уже сказали. Сергей Борисович полностью с этим согласен. Вот хотел бы оттенить, может быть, немножко другую, в какой-то степени, сторону этого текста. Я читал старые комментарии, которые давали нам псалмы, вот, 4-х, 5-х веков. И вот 11-я глава, 11-й псалм, 6-й стих, действительно стоит вот в оригинале нищих и бедных. И вот почему нищие и бедные. Вроде бы логично угнетенные, я полностью согласен с тем, что говорили Вы и Сергей Борисович. И вот старые комментаторы, в том числе, они говорят, указывают на то, что здесь представлены те классы общества, которые являлись теми, которые всегда падали жертвой несправедливости. Нищие и бедные. То есть те люди, которые за себя ответить не могут. У них нет для этого возможности. И поэтому здесь Давид выбирает именно вот эти выражения. Вроде бы нищие. Сергей Борисович очень правильно отметил. Но он же не был нищим, правда, Давид? Угнетенным он был, распределил притеснение и так далее. Но нищим он не был. Но здесь, и это часто использует Библия, понятие нищий – это тот человек, который является неимущим и над которым власть имущие могут делать все, что угодно. И вот здесь Бог говорит, ради страдания нищих и воздыхания бедных. То есть тех людей, которые за себя ответить не могут. У них нет сил для этого ответить. Они стоят низко на социальной рестнице. Они бедные. Они не имеют никакого уважения. Почет общества. Они ничего этого не имеют. Если мы даже, например, возьмем историю. Какие имена сохранились из истории? Царей, правителей, королей. А вот этих бедных людей, кого интересуют вот эти их имена? Даже вот какие-то дворцы, замки. Когда мы посещаем, мы восхищаемся их великолепием, красотой. Я помню, с моим папой иногда посещаем их. Он всегда говорит, вот так, говорит, ходим. А ведь их, говорит, строили, по большому счету проходили. И ведь действительно так, понимаете? Может быть, не все, но пока они имеют подавляющее большинство. И на какой крови все это строят? И вот на этих людей внимания никогда никто не обращал. Это была масса людей. Мы, рассматривая урок о рабстве, говорили, что слово «рак» – это вообще было эквивалентно вещи. Это была бедность. В понимании средневековой церкви те же крестьяне фактически были не люди. Что-то среднее между человеком и предметом. Люди, которые всю жизнь были в безмолвии, которых убивали, грабили, насиловали. И эти люди, они просто страдали. И на их страдаемое внимание никто не обращал, потому что они даже были глубоко неинтересны. А что этот человек же и желает? А что он думал? Прочли века, но время мало изменилось. Кому сегодня интересует, что думает простой человек? Что думает простой рабочий? Простой крестьян? Даже простой инженер или простой врач. Кому это интересно? Это никому не интересно в принципе даже. И вот эти стоны этих людей, они были безответны на протяжении веков. И Бог говорит, я однажды восстану. И смотрите, как красиво. Ради страдания нищих и воздыхания бедных. Идет как бы длительное время. Те, кто воздыхают и страдают. А почему они это делают? А им больше ничего не остается. Только воздыхать и страдать. Правду на земле они здесь найти не могут. Потому что они просто никто. И мы видим даже попытки, скажем так, социального изменения общества, которые были сделаны в 20 веке. Государство рабочих и крестьян, да? Оно не увенчалось в пренечном счете успехом, несмотря на красивые води-бородинги, равенство, братство всех народов и так далее, потому что было лишено Библии. И вот Бог говорит, я однажды восстану ради тех, которые никому не были нужны. Страдания которых никого не интересовали. Тех людей, которых просто считали темной массой. Каким-то такое, может быть, не совсем приличствующее слово для эфира, но оно хорошо отображает суть, которую считали быдло, которое можно направлять в одну сторону, в другую, убивать, грабить, обманывать и так далее. И Бог говорит, я восстану ради вот этих людей. Три самых нечищенных категорий людей. Да, Сергей Борисович. Супер! Хорошие мысли Алексея Анатольевича. Я их сразу стал развивать. Супер! Потому что я вот нашел один из переводов, который, мне кажется, вот наиболее четко. Один из переводов говорит, «Так как слабых теснят и бедные стонут». Действительно, называем мы их нищими, унитенными. Вот это хорошая мысль. Слабые, которые все считают слабаками. И у меня тут сразу такая мысль. Помните, Яков говорит, это ж может быть и в церкви. Помните, Яков говорит, когда заходит богатый, вы его куда сажаете? Ну, на первое место. А когда человек, как вот тот мытарь зашел, помните, фарисей смотрит, а мытарь этот в углу. То это опять же вот эта идея. Насколько у нас в церкви есть люди, знаете, которые хорошо жертвуют, уважительные. Иногда и в церкви это прослеживается. Знаете, пришел человек такой скромненький, ну, ничем может быть внешне не выдающийся. Ну, садись туда. А вот это вот, ну, светило. То есть, да, я думаю, вот эта мысль очень сильная. И Бог ее тоже контролирует. Насколько, если через Якова Бог об этом говорит, кого вы куда сажаете, и как вы относитесь, есть ли у вас какие-то прерогативы, то вы же задумайтесь об этом вопросе. Я вспоминаю, знаете, если с этим один пастор как-то молился и просил у Бога, у него церковь никак не росла. И он просил у Бога, в чем причина, в чем проблема. А потом церковь вдруг стала расти. И он опять Богу говорит, Господи, что произошло? И Бог ему посылает сон. Он, пастор, решил, вот я стал лучше проповедовать или что. Люди вдруг пошли. И Бог ему посылает сон, и в этом сне он видит свою церковь, и в углу сидит бабушка. И Бог во сне говорит, вот благодаря ей, так как ему указало, ну и больше ничего Бог не сказал. Но он в следующее богослужение увидел эту бабушку, подходит, говорит, вот вы сидите, а чем вы занимаетесь? Так скромно сидите в этом углу. Он говорит, ну, сынок, вот пока ты проповедуешь, я за тебя молюсь, больше ничем не занимаюсь. То есть иногда нам, мы даже и не замечаем, ну, пришел человечек, что он там делает? Не активист никакой. Но Бог говорит, благодаря ему делается великое дело. Поэтому действительно, вот, в церкви не должно быть слабых. Все должны быть действительно уважаемы, потому что за них умер Христос. Спасибо, братья, спасибо, Сергей Борисович. Ну, в любом случае, мы видим здесь картину, что Господь видит тех, кто нуждается в Его защите, которые самые обездоленные, которым больше не на кого надеяться. Ну, а вот другой вопрос в нашем библейском тексте, уже памятном тексте, сказано «восстану». Что это значит, Алексей Анатольевич? Как бы вы ответили, «Бог уже готов восстать?» Или это происходит периодически? И вообще, что этот термин обозначает? Вы знаете, тоже спасибо, Олег Константинович, за вопрос. Вы знаете, это слово очень интересное. Слово такое немножко старое, которое сегодня, мы скажем так, не используем в активной лексике. Слово «восстан». И вот как бы мне вот чем нравится старые переводы, в том числе синодальный перевод, перевод Библиогенка, вот у него Сергей Борисович много раз ссорает совы, что там подбирают именно максимальный эквивалент дословного текста, в том числе и слова, которые вышли из активной лексики. Дело в том, что многие слова вышли из нашей активной лексики не потому, что это слова старые, а потому, что сегодня вообще лексика человека, она беднее, она становится меньше. И поэтому многие слова просто выкидываются за ненадобностью. И вот если раньше там люди употребляли среднеобразованный человек, там, я помню, мы говорили с Борисом Анатольевичем, вот нашим, в общем, знакомым, там по 50-60 тысяч бараактивная лексика, сегодня это 5-10 тысяч. Понятно, многие слова просто уходят, и мы их занимаем, заменяем какие-то синодицы. Но это слово «восстану» оно есть. Восстану. Это «не встану», «не проснусь», «не появлюсь», «не начну действовать», а именно «восстану». И вот здесь, когда мы будем подбирать эквиваленты для слова «восстану», но невольно вспоминается эквивалент, когда люди восстанут от смертного сна. Восстану. То есть как будто это какое-то особое появление, особое действие. Применительно к Богу вроде бы термин выглядит странно. Сергей Борисович очень красиво в семинарах по откровению к первой главе, я помню, он еще у нас вообще никогда читал откровение, показывал, что ноги исхал Каливана, то есть Бог – это Бог движения, это не Бог статики какой-то, это Бог движения, безусловно. И тут вроде бы Бог восстанет. Что же, Бог спит? Что же были по типу как жейцы Ваала, и им говорит Парок Илья, «разбудите вашего Бога». Наш же Бог не спит, мы это понимаем. Но Библия употребляет слово «восстанет». То есть Бог, он наблюдает, он ждет до определенного момента, он дает человеку возможность покаяться, возможность что-то изменить в своей жизни, возможность обратиться, пересмотреть, дает ему шанс один, второй, третий, десятый, как он это много раз давал шансы царю Саулу. И, наконец, Бог говорит, «я восстаю». И помните, в одном из памятных текстов предыдущих уроков мы говорили, «бог, который припоясан чем?» Мечом. То есть Бог припоясывается мечом, областно, начинается понятие Божьего суда. И вот Бог восстал, это один из эквивалентов того, что начинаются Божьи суды. Время благодати, время, когда человек может пересмотреть свою жизнь, что-либо изменить, оно заканчивается, он исчерпал свои возможности, свой шанс, теперь Бог восстает. Теперь действует уже Он. Теперь люди уже действовать поздно. И вот в этих словах «Бог восстал» очень грозное предупреждение. Люди еще что-то делают, что-то предпринимают, куда-то идут, что-то выпускают, что-то делают, а уже поздно. Время остановилось, потому что уже восстал Бог, и теперь действует Он. Спасибо, Алексей Анатольевич. Нет ли оттенка в этом слове, оттенка значения, может быть, восставить или восстать еще раз, что было уже однажды? Сергей Борисович, ну, в вашем понимании, восстал Бог, что это значит? Кстати, хорошие мысли. Они говорят о том, что действительно Алексей Анатольевич затронул тему суда, это о том, что у Бога великое долготерпение. Ну, Бог говорит о долготерпеливой, много милостивой. И очень опасно, знаете, закрыть глаза на эту черту Божью. Почему многие люди становятся безбожники? Потому что Бог долготерпеливый, многомилостивый, Он же сразу никого не уничтожает, по рукам не бьет, и руки, и люди вот так пробуют туда-сюда согрешить, но никакого результата, и поэтому, ну, будем продолжать. И Бог терпит, мы говорим, потому что желает спасти каждого человека, но наступает момент, когда уже дальше даже Бог восстает и решает вопрос туда. Помните, Хананем, 430 лет, и Бог видел, как они в жертву детей приносили, этому Молоху, бросали в этот костер, в его тропу, и все остальное. Бог это видел. Бог терпел, 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 потому что верил, что там еще есть Хананеи, которые могут спастись. Оно так получалось, все-таки были и такие. Тот же Нейман, он же сириец, но он пришел к спасению. Но наступает момент, когда Бог говорит, все, и вот мы читаем тот же Псалом 17, седьмого по одиннадцатый текст. «В тесноте моя призвал Господа и Богу моему возвал». То есть, вот Давид тоже, Саул бегает за ним, бегает, гоняется, издевается. Помните, как Саул говорит, ну, хочу, чтобы ты женился на моей дочери. Но только сто края обрезаний. Немного. Ну, сто края обрезаний, филистимлян, немного, ничего себе, немного. Но Давид даже перевыполняет план. Говорит, двести. Саул начинает опять. То-то, ну, просто, знаете, в лицо так Давиду. Давид терпит, терпит, за ним гоняется, хочет уничтожить ни за что. И вот он взывает к Богу. «И он услышал от чертога своего голос мой и воплю мой дошел до его слуха. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись с основания гор, и борозаневался Бог». То есть, не дается забывать, что Бог любящий, но гнев это тоже, знаете, одна черт любви Божий гнев. Разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и издусь его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мне интересный момент, как Бог судит. Смотрите, Он не судит там с высоты престола, а, Давид, где ты там? Бог, прежде чем судить, обязательно вникает в проблему. Помните, Содом и Гамора, да, Бог говорит, дошли до меня грехи Содома и Гаморы, но я сам опускаюсь, чтобы посмотреть, что тут происходит. Вавилонская башня, Бог говорит, да, дошло до меня, но я спущусь, посмотрю, что тут происходит. И здесь Давид говорит, Бог престол оставляет, чтобы на Херувимах прилететь и узнать, что тут с Давидом происходит. Для меня это великая весть, насколько Бог личную мою нужду желает в нее вникнуть. И для меня наука, опять же, обникаю ли я так, вот в просьбы и нужды других людей, вот как Бог. Вот для меня, и Бог восстает и лично приходит. И это, опять же, знаете, триединство Бога позволяет это сделать, что Боже, кто-то на престоле остается, Боже не мог престол оставить. И опять вспоминаю вот это бытие, 19 глава, 24 текст. «И пролил Господь на Содом и Гамору дождем серый огонь от Господа с неба». То есть, один Господь на земле, другой Господь серый огонь, и вот 17 псалом, тоже Бог, горячие угли сыпались. И это, опять же, Бог, и на земле, и на престоле. Бог с Абрамом идет к Содому, но кто-то остается на престоле. То есть, вот это, опять же, то, что нам тяжело понять, многогранность Бога, вот, приединство, оно позволяет Богу одновременно быть и во всей Вселенной, и одновременно быть в моей личной жизни. И участвовать в этой личной жизни не просто так, а, говорит, приду и посмотрю, а точно ли это так. И для нас это, наверное, наука, и нам, прежде чем что-то выносить, какие-то суды, хотя это не наша прерогатива, Бог говорит, не судите, не судимы будете, но церковь все равно, она как-то к суду имеет какое-то отношение. Мы уже разбирали, что Христос говорит, вы боги, что значит, что судьи. То есть как и в церкви, так и в Израиле были люди, тот же Синедрион, на которых Бог возложил вот эту прерогативу суда. Но Бог учит, что прежде чем судить, вы пойдите, уникните и разберитесь. Это очень важно. Спасибо, Сергей Борисович. То есть можно ли сказать, что Бог уже восставал неоднократно? Вот вы привели такие примеры во время истории и при потопе, и в случае с Содомом и Гаморой. Ну вот такой вопрос. Кроме таких глобальных великих событий, Бог готов восстать. Это правда или нет, что Он обещает именно восстать ради самых незначительных, на наш взгляд, людей, ради самых малозначущих, малострадающих. Так Он обещал это, Сергей Борисович? Аминь. Спасибо. Олег Константинович, да, согласен. Аминь. Хорошо, Алексей Анатольевич. И вот такой еще вопрос, может быть, я разовью сегодня и вам тоже. Почему Бог обещает восстать именно ради таких людей? Вы отчасти уже старались объяснить, чем они дороги, значимы для Бога, но все-таки вот именно этих людей Он услышит и придет. Почему? Вы знаете, частично то, что уже говорили вы, Сергей Борисович, это то, что эти люди, они за свою жизнь никогда не были услышаны. Бог говорит, Я услышал вас. Их не услышали мироправители века сего. Их не услышали те люди, которые должны были их услышать, их начальники, руководители, правители. Но Бог говорит, тех, кто не услышал никто, этих людей услышу Я. Это для нас великое действительно преимущество, что часто наши молитвы, порожения, ситуации, просьбы точнее, с которыми мы обращаемся, они остаются без ответа. Бог говорит, не нужно отчаиваться. Я обязательно отвечу. Бог ответит на те искренние вопросы, на которые никто не отвечал или не желали отвечать, или не замечали. Бог говорит, Я обязательно отвечу. Спасибо. Итак, знаете, вот в Библии есть действительно замечательная весть. Мне очень нравится о том, что Бог близок к каждому совершенно, ну, может быть, оставленному человеку, которому именно нужно это понимание. Это твой Отец, и Он тебя никогда не оставит. И Он видит тебя, знает и помнит, что бы с тобой ни случилось. Ну, вот еще один вопрос, Сергей Борисович. Опять-таки, в Библии мы знаем отчасти уже отвечали на этот вопрос. Бог обещает восстать, но как долго терпит? Почему Он не восстает сразу? Есть ли вот какие-то объяснения этому? дети-то Его терпят. Олег, я просто хочу немножко нет, как раз, по предыдущему вопросу. Почему Вы стать именно ради нищих и бедных? Потому что я вот согласен с Алексеем Анатольевичем, если Бог их не защитит, то их не защитит. И тут вопрос, что насколько надо быть осторожным с людьми, которые в наших глазах кажутся незначительными, которых можно так, ну, человек уважаемый в церкви, да, вот, насколько надо быть осторожным? Бог говорит, ну, будь осторожным, я на их стороне. И смотрите, это была проблема Израиля. Бог, наверное, меньше говорил им о том, что они нарушали субботу или еще что-то, чем то, что они вдову и сироту не видели. Помните второзаконие 27.19? Проклято превратно судит пришельца, сироту и вдову, самое незащищенное. И Бог на их стороне, вот, с вдовой и сиротой даже потом и в Новый Завет перешло. Помните, как в послании Галатах Павел приходит к Якову и Иоанну и Петру и рассказывает им о своем учении. Они говорят, все, мы принимаем твое учение, только не забывая о нищих и бедных. То есть, в Новом Завете тоже. Вроде бы, ну, что такое? Ну, иди с таким учением. Поэтому нам тоже очень важно это понимать. Поэтому я уже говорил, сороковой псалом, насколько увязано наше благополучие нашим отношением к людям обездоленным. Блажен, кто помышляет обедно, в день бедствия избавить его, Господь. Если я уже прошу у Бога, ты меня избавил, Бог говорит, ну, а как ты относился к тем, кто у тебя просили, чтобы ты им помог? Господь укрепит его на одре болезни его и изменишь все ложе его в болезни его. То есть, какое обетование для того? И поэтому я и привожу пример, когда апостол Иаков Иоанн и Петр пожимают руку, упал, говорит, молодец, но говорят, только чтобы ты помнил нищих и старался исполнять все точности. Все, вот, что-то они тоже этот вопрос подняли. Почему Бог не всегда восстает сразу? Мы уже говорили об этом. Бог не вселенский, полицейский. Знаете, люди иногда думают, что Бог, ага, согрешил сразу раз, и нет. Нет. Христос говорит, у меня вообще не задача судить, я пришел, не распасти. Иногда люди на Бога смотрят, как на судью, но до суда у Бога 430 лет в Канане. Его главная задача была все-таки спасти. Поэтому Бог, видя Саула, который 10 лет охотился за Давидом, все-таки хотел к нему проявить милость и спасти, ведь это же он указал Израилю на Саула. Поэтому Христос говорит, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Я уже говорил о этих фашистских заключенных, которых в Нюрнберге судили. Вот этот Генри Геррики, это был капеллан, он американец, который сына потерял на войне, и второй сын у него тяжелое ранение получил, поэтому он как раз в этот момент в Мюнхене отказался, и ему сказали, ты можешь быть капелланом в Нюрнберге? Он говорит, ну а с какой целью? Он говорит, ну вот там есть люди, которые все-таки надо хотя бы грехи отпустить. Но сначала очень, он был очень обозленный на фашизм, на все, потому что, ну, потерял ребенка и другое, но все-таки он после молитвы решился на это. И я немножко перепутал в прошлый раз, ну, у нас же, знаете, у нас же стрим идет, все в голове не удержишь. Я фон Шираха, это который был начальником немецкой молодежи, спутал с Кейтелем, потому что это Кейтель, это был начальник генерального штаба. Германии. Германии, да, генштаба. Вот он покаялся по-настоящему, он, и вот он как раз, когда ему, когда им все маски одевали, прежде чем эти наши охоты, он сказал, мне этой маски не надо. Там было два капелана, один был католик, пять католиков было, и 15 протестантов. А Шираху дали 20 лет пожизненного. Ну, почему я всегда с Кейтелем путаю, потому что они приняли первое причастие. Для Генриха Геррика это было вообще неожиданно, что вдруг эти ребята, он никогда не верил, что они причастие захотят принять. Но вот эти три человека, они попросили у Генриха причастие. Он их две недели испытывал, для того, чтобы понять, что они действительно искренние. И когда он убедился, он им... То есть даже это вот такие люди, тот же Кейтель, это же был начальник генерального штаба, это же он разрабатывал все эти операции, вся эта кровь, и он принимает Иисуса Христа. Нам иногда это не понять. Знаете, почему Бог ждет? А почему Бог ждал разбойника? Разбойника, который... Он же сам разбойник говорит, мы же за дела свои все понеси. Наверное, там дела были, но Христос и разбойника ждал. Поэтому, если бы Бог сразу наводил порядок, меня бы не было на этой земле. Поэтому, слава Богу, я всегда говорю, Господи, спасибо, что ты не спешишь с судом, иначе меня бы уже давно не было. Это первое. Второе. Бог из-за остатка не наводит порядок сразу, потому что остаток должен пройти через горнило испытаний. И тот же Давид, почему Бог допустил, я так думаю, одна из причин 10 лет, что он убегал от Саула, чтобы научиться действительно в вере, закалиться в вере, в отношении с Господом. Поэтому Бог допускает гонения, потому что в гонениях закаляется церковь. Следующее, почему Бог не спешит? Потому что есть тайна, ход истории. Бог все знает наперед, иногда нам непонятно. Но Бог знает, сколько кому отведено, как и что. Помните, мы уже приводили этот пример апостола Павла на Ареапаге, где он проповедовал. От одной крови он произвел вес рот человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Мы вот, когда изучаем Данила, мы видим, что Бог вот сколько дал Медоперсии, столько дал Вавилону, то есть у Бога есть еще и это. У него есть ход истории, которой он руководит, и тут, знаете, поспешность она никак не проходит. Ну и последнее, почему Бог не спешит судами. У меня всегда такой вопрос, а если бы Бог дьявола уничтожил в раю, ну вот когда вот согрешили Адама и Еву, он пришел, змея раз, и змея нет. Чтобы вселенная подумала о Боге. Ведь змей даже не прикоснулся к Адаме и Еве, а Бог пришел, раз, и нету змея. Поэтому для того, чтобы раскрылось зло, для того, чтобы дьявол показал себя, как говорится, всю свое нутро, Богу пришлось вот дать ему некую свободу, некую свободу бесам, чтобы показать, что такое зло и что такое дьявол может привести в эту вселенную. Потому что, помните, апостол Павел говорит, мы стали зрелищем для всей вселенной. Вся вселенная, наблюдая за нашей землей, нам иногда тяжело это понять. Ну, что они за нашими наблюдают мучениями? Она понимает характер Христа и характер дьявола. И из-за этого Бог тоже иногда сдерживает свои суды и дает возможность нам как-то участвовать. Помните, как из-за жертвенников книги Откровения «Да коли не судишь, Господи!» Бог говорит, ну, пока не наполнилось число такие. То есть, у Бога тоже есть особый план, они нам иногда непонятны. Нам больно. Почему? Ну, я думаю, если бы мы увидели глазами Бога все, что происходит в этой великой борьбе. Знаете, у Лены Вать есть такое, что она говорит на все почему, когда Христос нам откроет. Она скажет, да, мы страдаем, она пишет, да, нам тяжело, все, но когда мы пойдем в вечность и спросим у Христа, почему это все со мной было? И когда Христос нам покажет, почему она пишет, мы скажем, Господи, дай имени. Мы теперь понимаем, что по-другому пасти нас было невозможно. Поэтому доверие Господу во всех ситуациях, что бы ни происходило. И слава Богу, что у Давида, автора вот 11 апсалма, это доверие все-таки оставалось, несмотря ни на что. Спасибо, Сергей Борисович. Правильно, исчерпывающий ответ. Но хотел бы все-таки Сергея Алексея Анатольевича попросить, может быть, есть какие-то слова утешения для тех, кто долго терпит? Ну вот как-то эти вот понятия, они разумом воспринимаются, происходят процессы, мы выбрали бы лучше, но больно, вопиют дети, доколе? Чем бы можно было бы утешить, может быть, какими словами, какими мыслями людей, которые находятся в подобном положении? Они ждут. Вы знаете, здесь, наверное, утешить этих людей, утешить самих себя, когда мы можем быть в подобной ситуации, сказать, что, слава Богу, что Бог долго терпит. Потому что, если бы Бог не долго терпел, то мы были бы уничтожены вместе с другими людьми. Вот этот момент очень важен. Потому что мы часто считаем, вот другие люди, они делают то-то, они делают это, другие моменты и так далее. Все вроде бы правильно. Но что делаем мы? У Бога нет дифференцировки большого и малого греха. Эта дифференцировка отсутствует. Там нет дифференцировки, что тот, кто завидует, тот, кто клевещет, он менее страшный грешник, чем убийца. В обычной жизни, да, конечно, убийца это страшнее. Но каждый достоин смерти. Возмездие за грех смерть. Поэтому, когда мы отвечаем на этот вопрос, мы должны в первую очередь поблагодарить Бога, что Он долго терпит и терпит нас. Ибо если бы Бог не долго терпел, то уничтожены были бы мы в первую очередь. Вот этот момент очень важен. Бог долго терпит, а слава Богу, что Он делает. Благодаря этому мы все живы. Тогда же мы начинаем делить, что вот Бог долго терпит, а мы вот такие страдальцы терпим, а нас терпит Бог. Да, терпит. А нас терпят другие люди, которые рядом с нами. Да, оказывается, тоже терпят. Если исходить из этой точки зрения, пусть быстрее придет Бог, и Он быстрее тогда нас уничтожит. Слава Богу, что Бог долго терпит. Он ждет не только тех людей, но Он ждет и нас, когда мы искренне покаемся, искренне пересмотрим свою жизнь, начнем возрастать во Христе, когда у нас изменится наша система ценностей. Ведь приход к Богу это не разовый момент. Я пришел к Богу, все, все вопросы решены. Возрастание во Христе это возрастание каждый день. Сейчас вот Сергей Борисович проводит по советам очень хорошие темы, посвященные библейским доктринам. Это библейские доктрины, даже не адвентистские, это доктрины Библии, это базовые доктрины, которые говорит Священное Писание. И вот возрастание в Боге, спасение, это же не разовый процесс, это процесс, который идет. Он изменяет человека, позволяя Богу человека менять. Поэтому, когда люди говорят, ну сколько же Бог будет терпеть, надо сказать им и самим себе, слава Богу, что Он еще терпит. Благодаря этому мы жили. Спасибо, Он не уничтожил нас намного раньше за наши грехи. Ну что ж, спасибо, я думаю, этими словами, по крайней мере, можно пробовать утешить человека. Хорошо, братья, немножечко по-другому давайте посмотрим и на эту проблему. Помните, как у Соломона, три вещи мне непонятны, четырех не понимаю, или вот три, или четыре, что ненавидит Господь. Вот такой вопрос, какие категории людей Бог обещает осудить или попадают под Божий суд в первую очередь. Что у Бога вызывает вот такую острую необходимость вмешаться, восставить и помочь? Алексей Анатольевич, вот как бы Вы сказали? Алексей Анатольевич, не слышим. Наверное, отвечая на этот вопрос, да, отвечая на этот вопрос, давайте прочитаем именно вот это место, которое нам предлагает Давид, да, в псалмах, чтобы был общий контекст у нас с вами. Сейчас мы с вами откроем, кто попадает под эту категорию. Но здесь, пока я ищу это место, сразу хочется отметить несколько особенностей. Мы люди, и мы обычно в первую очередь, мы ставим тех людей, которые совершают особо тяжкие преступления, которые воруют, прелюбодействуют, грабят, убивают и так далее. Это в этом в чем-то есть своя логика, потому что есть действительно преступления страшные, да, Сергей Борисович, вот говорили, Ракейтали, да, зловещая личность, один из действительно ведущих людей, который разрабатывал планы фашистской Германии, да, возглавлял Германию. да. Да, реализовывал, спасибо большое, начни посредством, то есть не просто теоретик, в принципе, как говорится, да, вот, с одной стороны, но и с другой стороны простой исполнитель, да, который, например, действовал. Вроде бы разное. И Библия тоже говорит, кому много дано, стало много спроситься. Но Библия здесь на первом месте ставит очень интересные моменты. Мы помним молитву фарисея, которая говорит, я благодарю, что я не такой, как этот мытарь. И потом начинает перечислять вещи. И мы можем дополнить эту молитву фарисея. Мы не убиваем, не грабим, не прелюбодействуем, не пьем спиртное, не куем, не едим свинину, участвуем в служении, поем псалмы. Можно очень долго говорить, правда? И мы будем, чем больше говорить, тем больше думать. А какие же мы хорошие люди, правда? Сколько всего мы не делаем, и сколько людей, которые там находятся, все они это делают и так далее. Но Библия на первый план ставит не это. Это все следствие. Она ставит на первый план, какие у человека отношения с Богом, что представляет собой суть его характера. В чем наше существо? И вот человек может всего этого не делать, но мы видим фарисея. Они завидовали. И они в субботний день, вроде бы внешне соблюдая его, они думали, как бы Христа что сделать? Убить, правда? Наиболее страшные преступления, они совершаются не с помощью ножа и кастета. Они совершаются людьми в красивых костерах, в галстуках, которые говорят хорошие слова, знают много языков, очень образованные. Эти люди даже они не стреляют, они ничего не делают, но они совершают эти преступления. И самое страшное, мы говорили, были преступления на религиозной почве. Поэтому основной момент, на что бы хотелось сфокусировать в этом вопросе, это то, какой у нас характер, какие наши взаимоотношения с Богом. И вот эти наши взаимоотношения с Богом, они являются тем, а что дальше будет с нами, как с таковыми. Спасибо, Алексей Анатольевич. Вот вы рассказывали немножечко о ранжировании. Вот как иногда в наших глазах мы говорим, я украл только тысячу гривен, а кто-то сто миллионов. Ну, для Бога, действительно равны. Можно маленькую паузу сегодня, как Борисович, я хотел бы с улыбкой. В 90-х далеких, помню, на работе, моему сотруднику, отремонтировал телефон и пришел в одну организацию, а у директрисы там пропала сумка, даже кошелек, документы. И вот они перебирают, сидят, а он это услышал с коридора. Кто был? Боря был. Да нет, говорит она. Боря честный. Он больше на десятку не обманет. Ну, то есть вот критерии иногда было совершенно очень интересные. Хорошо, Сергей Борисович, пожалуйста, вот вы еще несколько слов скажите именно тоже об этой проблеме. Что именно для Бога вызывает особенное негодование? Что заставляет его подняться? Что в первую очередь? Мерзко для Господа, в овощах. Вы знаете, в первую очередь, как это непечанно для нас звучит, Бог судит нас, его детей. И Павел об этом пишет, что, говорит, если ты незаконный ребенок, то тебе и розги не достанутся, вот, подзаконных. Почему? Потому что он желает нас спасти, уразумить и настраивать на всякую истину. Поэтому на вечеру, когда приходим, давайте не забывать, что, помните, как написано, Павел пишет, Коринфянам вечеря, оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Для чего Бог нас судит? Чтобы потом мы не попали под общий суд. Это очень важно. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. И что Бог судит? Вот это вот интересно, Алексей Анатольевич сказал, прекрасно. Мы надо думать, что Бог будет судить наши дела. Знаете, вот законники, они только там говорят, дела, дела, дела. Бог будет судить наши отношения. Это очень важно. Дел у нас идеальных никогда не будет. Знаете, когда люди говорят, что они могут делать хорошие дела, они или Библию не читали, или вообще не дочитали. Помните, Павел пишет, то есть дело, которое нас может спасти, это любого. Любовь у нас несовершенная в результате грехопадения. Помните, как Петр приходит ко Христу, а Христос говорит, а любишь ли ты меня? И он там произносит слово Агапе. Бог принимает только Агапе, то есть идеальную любовь. А Петр говорит, да не, я тебя филе люблю. И знаете, чем закончилось? Христос говорит, ну ты меня хотя бы филе. Это вот греческом видно у нас. И филе хотя бы любишь, некоторые говорят, мы такие как Христос, да у нас Агапы нет. Знаете, вот как сказал прекрасно Алексей Натуре, они как фарисеи, да, десятину отдаю, в субботу на работу не пойду, а говорит, где твоя любовь? Бог будет, а любовь приходит только из отношений с источником любви, только из отношений с Богом. Поэтому наши дела все несовершенные, как бы мы там ни говорили, поэтому Христос и умер, совершенно умер, чтобы нам засчитались вот эти несовершенные дела, как совершенные. Поэтому Бог будет судить, насколько мы с Ним искренне, открыты, насколько мы признаем. И помните, как Петр пишет, ибо время начаться суду с Думы Божьего, и если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божьей? Если я законник, я не покоряюсь Евангелию Божьему, то Бог уже так и скажет. Поэтому очень важно Евангелию Божьему покориться, сказать, Господи, во мне ничего, я свою жену не могу даже, я только себя люблю. Вот, вот наша состоя, я только себя люблю, все. И сестра Вайт неспроста, Духпрольский пишет, что все наши самые добрые дела с привкусом корысти, дословно написано в Духе Прольский. Вот почему наши дела, Христос говорит, если б я не умер за ваши дела, это только, я бы двойки вам не поставил, все дела с корыстью. И Петр так хотел лучше всех апостолов быть, и там Иоанн где-то как-то, что-то, все оно было вот так. И Павел говорит, и я не достиг, поэтому слава Богу, что Бог нас судит. И знаете, в псалмах интересные, в псалмах, где Давид говорит, ну по православному, чаю судов твою Господи, то есть ожидаю. Вот я этот текст вспомнил, почему? Потому что когда-то в церковь пришел, православную, и там читали, как сегодня Алексей Анатольевич говорит, на том еще богатом старославянском языке, знаете, и там такое слово. И читали как раз в псалмах, и Диакон говорит, чаю судов твоих, Боже, глаголит Давид. Мне это так врезалось, думаю, что ж это за Давид, судов чает. Оказывается, суды Божьи нас наставляют и ведут. Слава Богу. Слава Богу, что они есть. Поэтому Давид радовался судам, он говорит, зри не на опасном ли я пути, суди меня, Господи, потому что иначе, если я на опасном пути, так потом же будет озеро огнено, а я туда не хочу попасть. Поэтому хочу закончить, что Бог судит детей своих. Это слава Богу. Это великое приобретение, и когда Бог нас судит, мы это видим в жизни. Значит, Павел говорит, вы законные дети, вы еще не до крови сражались против греха, и слава Богу, что Отец Небесный вами занимается. То есть требования к детям выше, чем к людям, не знающим Бога, не знающим Его любви. Ну, а как Бог может заниматься незаконными детьми, если они, помните, как Христов говорит, вы же дети дьявола, как же я буду. Вы сначала станьте детьми Абраама, а мне говорят, мы дети Абраама, Христов говорит, ну сначала, не, вы дети дьявола, вы станьте детьми Абраама, ну тогда я буду вами заниматься, так как вы дети дьявола, ну, не моя епархия. Спасибо, братья. Ну, вот еще такой вопрос. Сегодня мы говорили о том, почему Бог задерживает ответ, почему, что происходит, чего Он хочет добиться, Его долготерпение, любовь. Ну, вот последний вопрос, он, в общем-то, и вечный, и логичный. Как совмещается вот это библейское учение о любви, характере Божьем, и, соответственно, такой характер ожидается у Божьих детей, вот с этими призывами к отмщению, которые мы читаем в Священном Писании в книге Псалмов. Ну, вот как-то, ну, не совмещается. Вот тоже долготерпение проявляет. А тут, наоборот, Сергей Борисович. Ну, мы уже говорили, что любовь – это понятие более широкое, чем просто гладить всех по головке. Знаете, Бог смотрит, пока человек не стал орудием зла, Бог еще терпит. Но когда человек становится орудием зла, как Саул, у Саула других мыслей, кроме как уничтожить Давида, не было, потому что уже злой дух. Потому что, когда человек становится орудием зла, он переходит в какую-то черту, уже дьявол его начинает направлять, и он начинает быть разрушителем, то любовь же не может смотреть спокойно, когда орудие зла разрушает все подряд. Поэтому это очень важно. Поэтому любовь тогда вступается, и поэтому об отмщении просили авторы Псалмов. Потому что, ну, как уже Алексей Анатольевич не раз проводил этот Псалом, когда Давид говорит, домой иду, а там уже Саула вы меня и там ищет. То есть Давида, который Саулу вообще ничего не сделал, понимаете, вот насколько эта ситуация, вот когда мы в контексте смотрим, Давид даже потом потомков Саула, говорит, соберите мне потомков Саула, я их всех благословлю. Представляете, какое отношение Давида было к Саулу. Когда Саул погибает, Давид Псалом поет на смерть Саула, что, о, Саул, да ты был величайшим царем, да все дочери Израилевы теперь будут плакать. Вот отношение Давида к Саулу и отношение Саула к Давиду. Бог терпел 10 лет, но это не может быть до бесконечности. Когда уже царь Израиля, когда уничтожил всех, как они сказали, колдунов, пошел колдунья, сама колдунья говорит, так Саул же нас всех вынул. Бог не может дальше, потому что царь Израиля, что он народу принесет. Поэтому у Бога есть конец долготерпения, мы сегодня говорили, дальше выступает гнев. 11 Псалом об этом. Другой вопрос, имеем ли мы право на себя брать прерогативу Бога? Никак. Имеем ли мы право мстить? Да, у Бога просить мстить. И все авторы Псалмов, они обращаются к Богу, чтобы он в силу. Почему? А потому, что Бог не мы. Написано мои мысли, не ваши мысли. Бог знает настолько все обстоятельства, что мы даже и представлять не можем. Мы иногда стараемся человеку отомстить, не зная обстоятельств, а потом оказывается, что мы делаем явно небогоугодное дело. Ну, вот берем пример, когда сжигали Яна Гуса. Майте, бабушка стояла, там подбрасывала дровишки и думала, что она делает боговодное дело. Почему мы Богу суд отдаем? Потому, что понимая свое несовершенство, свою слабость, свою ограниченность, мы этого суда никогда истинного не совершим. Никогда. Нам кажется, что человек делает неправду, как вот этому фарисею оказывает. Поэтому никому не воздавайте злом за зло, Павел пишет, но пекитесь добрым перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Интересный вопрос. Мы не можем быть в мире со всеми людьми, потому что это не всегда от нас зависит. Павел пишет, все, что для мира можно с вашей стороны сделайте, но остального мы не можем сделать. Мы видим и со Христом фарисеи и не нашли мира, хотя Христос все делал. Не мстите за себя возлюбленные. Это были особые слова Павла. Павел понимал, смотрите, три раза тонул, сколько его били камнями. То есть Павлу, знаете, ненависть иметь к иудеям, но это сто процентов. Как не пойдет, то чуть ли не убьют, то еще что-то. Но Павел, помните, что говорит, я почитаю, я бы хотел быть умереть за братьев моих иудеев. Поэтому Павел говорит, не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Да, Павел понимал, то есть поступки, но которые, знаете, адекватно воспринимать нельзя. Ибо написано мне общение, я воздам, говорит Господь. И так, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящего горя. Не будь побежден злом, но побеждай зло добро. Поэтому мы не можем сравниться с Богом, потому что Он и того человека, которого, которым мы хотим отомстить, Бог желает и его спасти. Поэтому Павел пишет, чтобы не ломать дров, отдайте Господу. Он знает все обстоятельства, все за и против, и он будет решать вопрос. И мы видим, в псалмах они взывают к Богу, но никто не говорит, я пойду отместить. Господь, если ты найдешь, нужно, но отомсти, потому что тяжелые обстоятельства. Спасибо. Ну, Алексей Анатольевич, вот у Вам еще предоставляется возможность снова помочь найти аргументы и как-то объяснить, как бы Вы объяснили, как может сочетаться в любящем Господа человеке, христианине вот такая вот призывы к отмщению, проклятие. Обидно. Вот, я не знаю, слышать это. Это совместимо в одной личности? Это нормально или нет? Вы знаете, Сергей Борисович принципиально, я думаю, очень хорошо ответил на этот вопрос. Первое, что еще раз хотелось порезюмировать, что вопрос проклятий это тот вопрос, который является сам Бог на страницах Священного Писания. В книге Второй Законе 19 глава 30 стих он говорит «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие». И далее говорит «Избери жизнь, дабы жертвы и потомство твое». И далее Бог четко перечисляет, что если люди будут совершать те или иные вещи, они будут находиться под проклятием. И поэтому здесь псалмопевец он ничего принципиально нового не добавляет. Он провозграшает то, кто ждет этих людей. Это провозграшение этого. И поэтому эти псалмы они нам показывают то, что Божье правосудие оно есть. Бог не сторонний наблюдатель. И как мы говорили, он однажды восстанет для суда. Спасибо, братья. Спасибо, благодарю вас. Для нас очень важно сегодня в этом вопросе, исследуя книгу псалмов, мы знакомились с Богом, который стоит на контроле, который управляет всем по-прежнему, который видит, которому есть дело, который желает помочь. И наконец, здесь, в этом уроке, мы читаем о том, что он обещает восстать и самые незащищённых людей защитит, потому что у него больше не на кого полагаться. Вот это добрая весть, наверное, которая важна для каждого из нас. Кто из нас не чувствовал себя оставленным, нуждающимся в помощи. Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, не оставлю безопасности того, кто уповает, кого уловить хотят. Благодарю Господа, благодарю вас, братья, за этот урок, знакомство с этим уроком. У нас ещё есть время, чтобы углубиться, может быть, его исследования. Слава ему за всё. Аминь. Слава ему за всё. Слава ему за всё. Слава ему за всё. Хоч не знаю дня й години, не втомлюсь чекати я. Та якщо закрию очи, все ж в надії на Христа. Прийде він, я твердо знаю, в сонни ангелів святых. Славе днцництю надія для дітей его земли. Прийду я йому на зустріч, припаду до ній святых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 истинного домашнего уюта. Родители не только должны заботливо оберегать будущие счастья и интересы своих детей, но также сделать свой семейный очаг, насколько это возможно, привлекательным местом. Это имеет гораздо более важные последствия, чем приобретение вещей и накопление денег. Дом не должен испытывать недостатка в солнечном свете. Чувства, связанные с семьей, должны храниться живыми в сердцах детей, чтобы они могли вспоминать дом своего детства как место, где, как и на небе, царят мир и счастье. И тогда, став взрослыми, они возвратятся домой, чтобы стать поддержкой и благословением для своих родителей. Для детей дом необходимо сделать самым привлекательным местом на свете, и самым притягательным в нем должно стать присутствие матери. Дети чувствительные, любящие натуры. Их легко обрадовать и также легко огорчить. Мягким обхождением, словами и делами, в которых проявляется любовь, матери могут завоевать сердца своих детей. Чистота, опрятность и порядок являются необходимыми условиями для успешного управления домашним хозяйством. Но когда мать делает наведение порядка главной обязанностью своей жизни и всецело посвящает себя созданию уюта, не успевая уделить должное внимание физическому развитию, умственному и моральному воспитанию своих детей, она совершает досадную ошибку. Верующим следует знать, что даже если они небогаты, нет оправдания неопрятности в их одежде, а их жилище все же не должно быть запущенным. Тем, кто очевидно не придает должного значения чистоте, надо оказать помощь. Им необходимо разъяснить. Представители Великого и Святого Бога должны хранить свои души непорочными и чистыми, что проявляется и в их одежде, и в обстановке дома, чтобы ангелы-служители могли иметь доказательства. истинно действительно совершает преобразование в жизни, очищая душу и делая более изысканными вкусы. Те, кто, приняв истину, не изменяет свою речь и манеры, свой внешний вид и домашнее окружение, живут на самом деле для себя, но не для Христа. Они не пережили нового рождения во Христе Иисусе, чтобы быть чистыми и святыми. Стараясь избегать ненужных украшений и всего показного, мы ни в коем случае не должны быть невнимательными и безразличными к своему внешнему виду. Все, что имеет отношение к нашей внешности и нашим жилищам, должно быть опрятным и привлекательным. Молодежи необходимо разъяснять, что их внешний вид должен быть выше всякой критики, ибо тем самым они чтут Бога и истину. Пренебрежение чистотой приводит к заболеваниям. Болезнь не возникает без причины. Страшные эпидемии и лихорадки возникали в городах и деревнях, которые считались вполне безопасными. Люди там гибли или теряли здоровье. Во многих случаях эпидемии были вызваны очагом инфекции, выделявшим в атмосферу смертоносный яд. Удивительно то, насколько широко распространено невежество относительно влияния, которое оказывает на здоровье беспечность и безразличие. Бог не любит беспорядка и безразличия. Ему неприятно видеть отсутствие усердия в ком бы то ни было. Эти недостатки являются серьезными пороками, грозящими разлучить мужа с женой, когда муж, в отличие от жены, любит порядок, дисциплинированных детей и хорошо управляемый дом. Жена и мать не может сделать семью согласной и счастливой, если она не соблюдает порядка, не ведет себя достойно и не способна хорошо управлять домом. Поэтому каждому, кто спотыкается в этих вопросах, следует незамедлительно учиться вырабатывать в себе те свойства, которых им так не достает. Когда мы всецело посвящаем себя Господу, то простые будничные обязанности семей на жизни приобретают свое истинное значение, и мы будем исполнять их в согласии с Божьей волей. Мы должны быть бдительными, бодрствующими, ожидая пришествия Сына Человеческого, и мы также должны быть прилежными. Нужно объединить труд и ожидание. Это уравновесит христианский характер, сделает его совершенным и гармоничным. Мы не должны считать, что все остальное нам следует оставить в пренебрежении и предаться размышлениям, исследованию Священного Писания и молитве. Мы также не должны отдаваться суете, спешке и работе в ущерб своему благочестию. Нужно ждать, бодрствовать и работать. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Во многих семьях жена не имеет времени для того, чтобы почитать, получить необходимую информацию, чтобы составить компанию своему мужу и проследить за развитием своих детей. У нее нет ни времени, ни места, чтобы побыть со своим дорогим спасителем в тесном сердечном уединении. Ее силы, время, интересы постепенно поглощает тяжелая домашняя работа. Слишком поздно она замечает, что становится чужой в своем доме. Драгоценные возможности, некогда данные ей для того, чтобы она могла оказывать влияние на дорогих ей людей и делать их жизнь более возвышенной, остались неиспользованными и исчезли навсегда. Пусть же хозяйки христианских домов примут решение жить по более мудрому плану. Пусть это будет вашей главной целью делать свой дом приятным местом. Используйте те средства, которые облегчат труд и поддержат здоровье. Вся работа, которую нам необходимо делать, будь то мытье посуды, уход за больными, приготовление пищи или стирка имеет моральный смысл. Простой, на ваш взгляд, труд тоже должен кто-то делать. И тот, кто выполняет эту работу, должен считать, что она необходима и почетна, и что в своей, хотя и скромной, миссии он совершает такое же дело Божье, как и Гавриил, посланный к пророкам. Каждый должен работать на своем месте и в соответствующей сфере. Женщина в своем доме, выполняющая простые повседневные обязанности, может и должна проявлять верность, послушание и любовь так же искренне, как и ангелы в своем служении. Повиновение Божьей воли делает почетным всякий труд, который необходимо выполнить. Жан Кальвин родился в Нуайоне, недалеко от Парижа, 10 июля 1509 года. Таким образом, ему было всего 8 лет, когда Мартин Лютер, мужчина 34 лет, прибил свои знаменитые 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге. Кальвин не испытал того сурового воспитания, которое было у Лютера, но имел счастливое начало жизни, наслаждаясь всеми перспективами успеха и многочисленными образовательными преимуществами. В возрасте 12 лет его назначили капелланом в церковь в его родном городе. Его голова была обрита, и он получил танзуру. Когда он вырос, он хотел стать священником, и вскоре был отмечен своими интеллектуальными способностями, своей безупречной жизнью и своей религиозной преданностью. Все с уверенностью ожидали, что он вырастет и станет великим защитником католической церкви. Кальвин с содроганием слышал о новых доктринах, нисколько не сомневаясь в том, что те, кто верил в них, еретики, были достойны и заслуживают огня, на который их часто бросали. В возрасте 14 лет чума поразила город, где жил Кальвин, и поэтому он переехал из своего города сюда, в Париж, и учился в Парижском университете. Произошло интересное совпадение, когда одним из его сокурсников был мальчик по имени Игнатий Лайола. Игнатий Лайола повзрослев станет основателем Ордена Иезуитов. Движение, очень сильно отличающееся от того, которое Кальвин возглавит позже в своей жизни. Два ученика, оба выдающиеся, но которые оба окажут совершенно разное влияние на мир. Кальвин позже оставил учебу на священника и пошел изучать юриспруденцию по стопам своего отца, а также по его желанию. Он защитил докторскую диссертацию по юриспруденции в Орлеанском университете но после смерти своего отца он пересмотрит свой курс и направление в жизни. Двоюродный брат Кальвина присоединился к реформаторам и во время публичных бесед с ним Кальвин решительно защищал позиции церкви и отвергал новые учения. Но когда он был один, он обдумывал эти слова. его охватило убеждение в грехе. Он видел себя без заступника. К исповеди и покаянию прибегали напрасно, но ничто не могло принести мира. Однажды он решил посетить общественную площадь и стал свидетелем сожжения мученика. Он был поражен выражением покоя, которое было на его лице, и он противопоставил это своим собственным чувствам пустоты, сомнения и темноты. Он знал, что мученики основывали свою веру на Слове Божьем, и поэтому он предложил изучить Библию, чтобы посмотреть, сможет ли он найти секрет их радости. Когда он изучал Библию, он нашел Иисуса Христа. Никто точно не знает, когда Кальвин пережил обращение, но то, что он это сделал, не подлежит сомнению. Его обращение было достаточно определенным, чтобы заставить его отказаться от всех доходов из церковных источников и отказаться от любой идеи заняться юридической профессией. Это решение было бы дорогостоящим, заставив его отказаться от огромной зарплаты и всех удобств, к которым он привык к жизни. Кальвин присоединился к небольшой группе протестантов и проповедовал Евангелие из дома в дом в течение двух лет. Власти были полны решимости схватить его и убить, и они пришли к его месту жительства. Но из-за быстрого мышления некоторых его друзей, они удерживали офицеров у двери достаточно долго, чтобы позволить другим спустить его из окна, и он смог бежать из города. Один факт, который мы узнаем из жизни Кальвина, заключается в том, что независимо от того, что ты начинаешь делать в жизни, это не обязательно должно быть так до конца твоей жизни. Он начинал с того, что хотел быть священником, его отец хотел, чтобы он был адвокатом, в итоге он не сделал ни того, ни другого, и стал бы великим реформатором, который изменил лицо всего христианского мира. Может быть, ты проходишь курс обучения, который тебе на самом деле не нравится, или ты не знаешь, почему ты там. Может быть, ты делаешь что-то, что навязали тебе твои родители, и что ты на самом деле не чувствуешь, что это твое призвание. И Бог, возможно, призывает тебя к чему-то другому. И я хочу обратиться к тебе, что если это так, то следуй водительству Господа. Возможно, тебе придется изменить свой курс обучения, возможно, тебе придется сменить профессию, но когда ты это сделаешь, именно тогда в нашей жизни появится истинное удовлетворение, цель и смысл. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok